Вы сейчас не зря включили этот выпуск, ребятки, он будет реально крутой. Давайте вместе с вами посмотрим. Нас ждет крутой каньон, о котором мало кто знает. Откроем для себя безумное местное кафе, погуляем в парке, сделаем подарок моему отцу, а еще познакомимся с нашими зрителями, которые путешествуют на мотоцикле. По пути, конечно, наших зрителей встречаем. Доброе утро. Вы теперь в кино. Скрытая камера. Мы такие с базара едем. С базара? А, сегодня же рынок точно. Сокупились хорошо. А мы в Антальву. А вы? Да, на каньон съездим. Это вот еще наши зрители, которые купили квартиру, также по нашей рекомендации. Тоже про них рассказывали, но вот... А, мы, по-моему, показывали даже их выпуски с того года. Показывали, они в обмен там. Да-да-да, они как бы в трейд-ин квартиру сдали в другом комплексе, и им викинги вот здесь вот продали. Больше, да. Да, квартиры здесь больше. Но как-нибудь сходим к ним обязательно в гости. Перед первой нашей геолокации, куда мы едем, небольшая предыстория. В 2018 году мы приехали, отдыхали вот в этом вот отеле. Тогда был октябрь, да, все включено. Это наша была первая вот эта all-inclusive. Это, кстати, был наш первый выезд с семьей за границу. И первый раз в Турции мы приехали, как пакетные туристы, в отель, по путевке. И вот первая наша остановка была на этой заправке в 2016 году. И вот эти горы вот мы увидели впервые в своей жизни. И тогда мы поняли, что мы очень хотим жить там, где есть горы. И когда мы останавливались здесь, на этой парковке, увидели вот эту гору. Мы, правда, стояли вон там на автобусе. И здесь эта вершина открывалась, здесь вот канатная дорога. И мы вот сколько в Турции бываем, ни разу не поднимались на фуникулёре. Но это и не интересно. Здесь есть горная дорога прямо на эту самую вершину. Поэтому сейчас поедем пробовать. Ну, вот на этом и всё. Хотели, доехать. Следующая станция, не доехали. Как-то даже грустно стало. То есть, получается, отстаётся только фуникулёр. Хотя дорога сюда и ведёт. Но вот они закрыли это всё дело воротами. Ну ладно. Она в фуникулёре. Да. Пополняем кассу. Ладно. С вершины не получилось. Тогда поедем на классный каньон. Всё в таком состоянии находится. Ни... Вау. Здесь, видимо, когда-то была ещё эта... Будка, где брали дань. Сейчас ничего нету. Ну, конечно, обидно, что в таких местах. Вот. 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 Ну, короче, больно. Так вот. Хочешь переехать в какую-то локацию. И вот такая вот фигня. Да. Здесь как будто бы случился какой-то апокалипсис. Мне вообще кажется, что здесь когда-то были зоны отдыха. Вот детские площадки. Крантики, да. А сейчас вот всё как-то вот так. А я вот это. Что ты вот это? Вот это вот это. Вот это? Не, мы здесь. Вот это? Вот это, вот это, это значит вот это. Идти нам почти 3 километра. Не близко. Но получится настоящий поход. Мирошка возмущается. Здесь всё в какашках. Здесь много козочек. Какашка, говорит. Мироша. Ай-яй-яй, говорит, какаш. Да, Мироша? Это деревенский, что ли? Мироша, как ты ругаешься, Мироша? Ай-яй-яй, какашка. Но. Видите, здесь табличка, кстати, пикник. Ярмак, яшертик. В итоге ничего нету. Что это? Не знаю. Ну, пикниковая зона почему-то всё заброшено. Странно, может, не пользуются популярностью. Точно капец. Вот домик. В тропе идём, вот там вон щенки загавкали, завиляли. И всё, и все растаяли. Да, я вижу, Мироша, но. Кого только не встретишь. В наших путешествиях есть один небольшой нюанс. Это знание английского языка. И вот когда мы были на Шри-Ланке, я лично нехило так прокачал свои знания. Да, я изучал в школе английский язык, но понимания, зачем мне он нужен, его не было. Вот, например, с нашими детьми совершенно всё по-другому. Они знают, для чего нужно знать язык и учат его не так, как учил его я, а в игровой и реальной форме. Помимо практики, которую они получают в путешествиях, они ещё изучают его дополнительно в школе ПрофиЭнг. Огромный плюс, что данная школа с доступным, добрым и персональным подходом каждому студенту. И у школы есть государственная образовательная лицензия. Современная онлайн-платформа с интерактивными игровыми механизмами. Всё это доступно с компьютера или с телефона. Очень сильные учителя, имеющие документальное подтверждение этому. И уже с первого урока я понял, что преподаватели действительно очень опытные, которые точно поднимут знания английского языка у Тёмки. К тому же в школе есть персональный подбор программы. А ещё сервис на высшем уровне. Лояльные менеджеры, которые не забывают, помогают, напоминают. У ученика всегда есть чат с менеджером в WhatsApp, куда всегда можно написать и задать любые вопросы. Также в этой школе мне очень понравилась удобная система оплаты и разбивка платежа без потери выгоды большого пакета. Ну и конечно же, ребятки, традиционно я у школы попросил какие-то бонусы для вас, для наших зрителей. А в ответ они мне насыпали целый мешок подарков. В общем, ребятки, слушайте и запоминайте. В апреле по ссылочке в описании вы сможете получить скидку 50% на обучение плюс 5 бесплатных уроков. Для этого нужно просто ввести наш промокод «Семья на чемоданах». При регистрации можно получить целый месяц бесплатных разговорных клубов в Talks Profiang. А еще можно получить ментора. Кто такой ментор? Это, по сути, второй учитель, который все это дело будет еще и контролировать и выбирать для вас подходящую программу. Артем, как прошел урок? Круто. Что больше всего понравилось? Ну, вообще весь урок понравился. То, что мы изучали. Да? Задания делали? Да. Какие? Ну, интересные очень. Как учитель? Хороший. Как зовут? Александра. В общем, ребятки, как всегда, там ссылка есть в описании. Переходите и начинайте изучать английский язык с комфортом. Здесь есть таблички, что в лес нельзя заходить, ну, потому что можно там действительно потеряться. А еще мне бросилось в глаза, посмотрите, каждое дерево здесь пронумеровано. 2129-е, 2130-е дерево, 2135-е. Представляете, каждое дерево в лесу промаркировано. Интересно, у них есть каждый месяц инвентаризация на пересчет деревьев или нету? У-у-у, смотрите, какая там красота начинается у нас. А, вы готовы? Офигенский, а? Не подходите к краю. Вот это разломчик, а? Вот это да. Слышите, там вода где-то течет. Да. Ходи клафмеру, нам вообще не... Вообще, слушайте, к краю подходишь и прям так... А самое, что интересное, это вот первая ступень, да, низа. А вот здесь вот, вот тут вот начинается туда дальше углубление. Вот, собственно, вот в сам вот этот вот низ. Блин, вот как офигенно тут, а? Ладно, пойдемте дальше на следующую смотровую. Это жесть. Это тут при желании даже, если сейчас захочешь взять пакет какой-то, ничего не унесешь. Просто люди-свиньи, конечно. Мы подходим ко второй смотровой площадке. Она, кстати, очень клевая. И она оборудована. Здесь уже слышно, как снизу печет вода. А, красота, ребята. Лес это потрясающе, особенно такой вот сосновый. Вот все портит, конечно, вид. Вот эти вот мусорки повсюду. Вывозят мусор отсюда, но очень редко. И мы попадаем на эту смотровую площадку. Ё-парасете, да вы чё? Да ну нафиг! Да ну нафиг! А, стой, стой, я боюсь, на этой херне стоять. Ни хрена себе! Слушай, здесь вообще... Ты чё? Он на весу получается, да? На выступе. Смотрите, как там высоко! Смотрите! Офигеть! Прыгай! Это просто офигеть! Мне страшно. Нифига себе, да, парни? Вот сюда! Здесь, короче, реально очко. Пап, стой! Пап, стой! На той стороне тоже есть люди, человек один сидит, а здесь вот я хочу прогуляться, здесь такая плата прикольная. Вот смотровая, где мы были, потому что, чтобы передать вот этот масштаб высоты, мне кажется, отсюда прям просто идеально. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Невероятная, ребята, красота, да, давно мы не шарахались в таких местах. Только посмотрите! Ну какова красота, я не могу вообще, вот, вот куда надо приезжать. Музыка 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 это что говорю это одна нифигасе а мы думали это две порции в одной тарелке оказывается нет вот это вот это одна пиде одна вот это да мы отсюда просто выкатимся по ходу дела по моему у нас ни разу такого не было чтобы пидешки мы забирали домой здесь по сути осталось две пиде но обычные которые подают варить сколько много просто здесь пидехи вот реально нужно полтора метра наверное локацию сказал в telegram забирайте как ориентир вот строительный магазин и вот кафешка называется она как-то конья что ли короче прекрасное место ребят впервые в анталии мы заехали в парк который находится на горе где такой водопад где огромная скульптура татюрка если прямо на трассе как вот короче все локацию по пути в каньон и кафе есть он паровозики всякие курочки бегают у детям интересно единственное что сейчас не сезон да здесь вот всякие вот эти развлекашки они закрыты пока мои там бегают на площадке я решил дойти до смотровой площадки отсюда должен открываться просто невероятный вид на всю анталию и скорее всего ухода вы долго посмотрите горы вот кстати по моему и ты есть скульптура татюрка вы посорите какая красота нифига себе мы просто вот эту историю все видели только вот здесь вот за все время сколько мы бываем анталии живем здесь вот так вот чтоб увидеть анталию первый раз у нас такой вот он знаменитый водопад да конечно сверху вообще непонятно что это такое и как это все выглядит для этого нужно оказываться вот на той парковке и наблюдать хотя кстати там тоже неплохая смотровая но отсюда вид слушайте ну чума конечно вот очередной раз говорю обожаю путешествовать вне сезон потому что никого нету и ты действительно наслаждаешься вот этими вот красотами гляньте как круто там какие высоченные снежные холмы там какие высоченные снежные горы обалденно просто невероятно такой новый район строится здоровый вот на вся анталия закрываешь машину да это просто сюрприз что такого-то я тебе серьезно абсолютно все равно сколько тебе лету пусть будет сегодня 511 на самом деле здесь должна быть предыстория дело в том то что у моего отца немного старенький айфончик и все никак не получалось ему подарить и двадцатом году ценники взлетели в космос на эти айфончики и он даже как-то стал расстраиваться что ему придется покупать китайский и тут мы окольными путями очень-очень секретиком все-таки сделали эту покупку ему ее отправили и сейчас я его самостоятельно попрошу открыть эту посылку и он вообще ничего не знает посмотрите слушай у тебя отвечаю первый раз такая днюх когда тебе отвечает не твой год а вот просто 500 просто просто свечки воткнули все что мы думали прилететь потом поняли что два раза такое ну неинтересно делать поэтому просто решили по skype созвониться и вот поздравить и ну на минималках так сказать нет на самом деле смотри у нас есть такой вот тортик вот это финик но смысл в том то что но нету огня прикинь сжигалки просто нет поэтому просто загадай желание и как будто заду ее и твое желание точно сбудется давай раз два три если несложно посмотри пожалуйста и чё там он ну все ли там у меня просто в наличии что я просил что там да 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 все правильно там ты вскрой пожалуйста ее но мне чтобы чтобы я понял комплекция та или не та скотч там только только пожалуйста это аккуратно чтобы я потом мог паковать обратно получать не просто комплектов комплекция была но комплектация то правильно чё там ну чё случилось то пожалуйста теперь ты самый модный на себе какие дорогие ты самый дорогой у нас но в общем теперь теперь ходи наслаждайся с днем рождения мне кажется этот день рождения моему отцу запомнится надолго в общем ребятки традиционно там в комментариях можете его поздравить ему будет тоже очень приятно почитать хотя он очень редко смотрит наши выпуски но этот он точно посмотрит сейчас будем знакомиться с нашими зрителями они нам тут прислали вот такую фоточку я думаю блин ну раз такой у них коттедж значит точно нужно съездить и познакомиться я на самом деле миллион раз уже показывал эту валаферскую деревню здесь огромное количество караванов кемперов просто люди вон там подальше стать в палатке здесь значит большая зона где можно жарить мясо играть волейбол загорать принимать душ ходить в туалет вот ну и собственно наши ребята тоже увидели эту локацию сразу приехали по моему уже дней 5 они здесь стоят но сейчас мы у них все споросим поснимаем как они докатились до такой жизни до такой жизни классная да вот и попробуем посмотреть как вообще они так живут вон они уже кайфуют привет вот ребята путешествует на мотоцикле одном мы с камерами ничего как вы докатились до такой жизни привет очень вот так вот прямо на берегу моря какие могут быть квартиры да вот родлайк правильный выбор конечно у вас скоро зубы уже выпадут этих угощений запоздали готовили на огне так полевая кухня у вас такая да все правильно это что это чисто для мировки и откуда вы едете сколько вы проехали 2000 километров муж проехали получается на жизнь в и холодно мы отправляли мотоцикл в пятигорск я водам с пятигорска фигуре в минус 10 попали перевал ждали когда распогодится чуть-чуть а давно все так путешествует сколько мы уже 6 марта мы едем не то вообще в целом на мотоцикл о нормальный а дельфины пацаны а вон плавают и рожка сотри видите не просто так приехали мы еще дельфинов привезли цари мируха ничего себе класс заводи поехали а где душ куда вы цепляете вон это ведро такое у нас а здесь этот насосик ты его просто бросаешь да 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 и прикуриватель у меня там уж отличный прикольно это тебе в поездке отстригли волосы круто слушай а вообще это не жарко ездить пока нет но в том году в том году было жарко мы днем старались не ехать либо рано утром либо поздно вечером ну до темна потому что засыпали рулем ну вы тут уже себе с отрю оборудую отсюда же даже теперь жалко будет уезжая моя даже это видишь гирлянда играть но 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 я же фотку в телегу выкладывал как раз его палатка как у нас так у нас дом 3 на троих здесь дом 2 ну супер вообще вот так вот над путешествовать они по квартирам шарится как мы испортились мы испортились обзор оборудования что вообще висит на мотоцикле это конечно но прикольно это все для колес если прокол то будет инструмент это подкачка колес если вдруг чё только работает от прикуривателя инструмент самое такое основное тут торекс в основном этот пускачу тебя до пускач на всякий случайно было что такое сыну садился а вот вы стоите сейчас вот и где электричество берешь пока не надо не заряжаешься ну там телефон уже все равно поехали до кимера поставили банка ну да у нас и банка есть можно ту избишника под сиденьем тоже прикуриватель ну и портативки вот это вот пускать что он как портативка дождевики у нас тут собой здесь у нас основные вещи ноутбук вещи хули не знаешь здесь ну мои ну то есть этот бокс это как чисто вот чисто да он быстро снимается и мы его иногда используем как стол там допустим типа вот отстегивается до окрепление остается вот это вот площадка остается это снимается все закрывается а здесь у нас только посуда и вот душ как раз подожди а палатка вот амбудирование стол и сули там спальники матрасы надувные а сколько ты идешь с какая скорость и блин всегда по-разному но крейсер где-то 120 140 серьезно вот на полном вот этом грузе ну если хорошую дорогу позволяет на 120 он идет очень хорошо мощно суши а что нахитку а быстро забегаем и выходим готовы холодно темно молодец иродиум все мирошка ты нет холодная холодная она ледяная все грязь бассейн холоднее прибавить надо тихо 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 вроде как водичка мироша ты чё ну-ка давай парни не только открыли купальный сезон в море еще и в бассейне понятно да все на самом деле лето можно смело приезжать твой мирошка до нового выпуска ребятки пока